Я пообещал вам записать чуть-чуть более развернутый отзыв о фильме Одесса. Я не могу сделать его подробный разбор и не знаю, есть ли в этом необходимость. По разным причинам, в силу того, что фильм хороший, не нужно пытаться его разобрать и за что-либо покритиковать. Покритиковать всегда есть за что, но на сегодняшний день мы должны радоваться тому, что у нас в российском прокате появился чрезвычайно интересный фильм «Достойные внимания», который говорит о том, что у нас еще не все умерло, что у нас есть... Я всегда знал, я всегда подозревал, что у нас есть колоссальные ресурсы. И вот в данном фильме все мои ожидания подтвердились. Прежде всего, первое впечатление, которое я получил от фильма, это какое-то колоссальное количество вложенного труда в то, во что люди не вкладываются уже чрезвычайно давно. То есть у меня нет никаких сомнений в том, что артисты потратили колоссальное количество труда на репетиции перед тем, как они вышли в кадр, потому как обычно в фильмах артисты просто зачитывают тексты, выученные накануне. И не более того, здесь ощущается большая актерская работа, но также ощущается внимание режиссера к таким мельчайшим деталям, как пылинки, летающие в луче света, как какие-то очень сложные кадры, как какие-то смысловые сложные композиции. То есть Валерий Тодоровский тратил силы и свое режиссерское внимание на те аспекты, на которые обычный рядовой режиссер себе не позволяет тратить время либо в силу отсутствия таланта, либо в силу отсутствия времени и денег на эти процессы. Но, по крайней мере, фильм Одессы – это колоссальное количество труда, которое воплотилось в качество фильма. Что касается актерской работы, я удивлен тому, насколько артисты честно работали в этом фильме, и насколько для них это было важно. То есть то высказывание, которое они несли, та роль, который, тот характер, который они создавали, был для них действительно важен как родной, и это высказывание было для них чрезвычайно глубоким. И, знаете, всегда видно, когда артист работает, даже не в полсилы, а тогда, когда он воспринимает работу, ну, это расслабься, это просто работа, ну, работает, скажем так, на отвали, даже очень неплохо работает на отвали. Но вот в этом фильме артисты не работают на отвали, они работают так честно, как только это возможно, за что им огромное спасибо, ну, не нравится мне Ермольник, ну, вот он неинтересен, но в этом фильме испытываешь глубочайшее уважение к той работе, которую он проделал, и к тому образу, который он создал, хотя и его тоже можно было бы за что-то покритиковать, но работа более чем честная. Ксения Рапопорт, прекрасно. Девушка, которая играла Ирку, прекрасно. Мужчина-артист, который играл немого деда, я специально посмотрел, как вас зовут, только что посмотрел ваши ролики, и забыл, как вас зовут, но вы блестяще создали образ. Блестяще настолько, что я пошел смотреть, кто вы, что вы, чем вы занимаетесь. Спасибо вам огромное. Единственное, кого бы я хотел покритиковать, но, знаете, покритиковать не потому, что фильм плохой, и сейчас я вот покритикую, и, значит, покажу, насколько я умный. Нет, покритиковать от доброго к фильму отношения. Мне фильм очень понравился. И именно потому, что мне фильм очень понравился, я бы хотел покритиковать Валерия Тодоровского за несколько вещей. Ну, от любви. Критика от любви. Первое, трейлер фильма ужасающий. Картинки, вот, афиши по фильму снятые ужасающие. То есть, я, посмотрев трейлер, вообще не хотел идти на эту мутату. Я не знаю, каким он должен быть. Над этим нужно думать. Но сам по себе трейлер является отталкивающим. Картинки к фильму, созданные афишей, являются отталкивающими. И я посмотрел фильм только благодаря тому, что я знал, на какого режиссера я иду. Вот. Люди пишут о том, что они вообще про этот фильм не знают, не слышали, откуда я его достал. Да, соответственно, с продвижением фильма не очень хорошо. А теперь немножко критики по сюжету. Я прекрасно понимаю, что Валерий Тодоровский испытывал колоссальное удовольствие, создавая этот сложнейший мир переплетения характеров, намеков, какого-то дыхания, какой-то атмосферы, которую он с удовольствием создавал и с мастерством создавал. И я уверен, что Валерий Тодоровский творчески глубоко удовлетворен этой работой. Потому что она подробная, масштабная, серьезная, амбициозная и успешная. Но помимо Валерия Тодоровского, этот фильм еще смотрит простой зритель. Такой простой, ни кинокритики, ни актеры, ни режиссеры. Просто человек, который не очень понимает в кинематографе, который, наверное, не рассмотрит большую часть ваших намеков, он не увидит вообще. И он приходит в кинотеатр для того, чтобы ему рассказали историю. Не оборванную, как она обрывается у вас в конце, оставляя кучу знаков вопроса, с недоведенными линиями, с многоточиями в конце почти каждого характера. Человек идет для того, чтобы ему рассказали простую, понятную историю, которую он потом кому-то может пересказать. И вот с точки зрения обывателя, ваша картина смотрится довольно трудно, так как все те роли, которые вы создавали, вы в конце, по большому счету, прекрасно бросили, не доведя до конца. Я понимаю, что это, с одной стороны, для людей, понимающих, неплохо. Думайте, соображайте, фантазируйте, дорисовывайте, говорите вы. Но не все могут дорисовывать. По стилистике фильм Одесса похож на любимый мною фильм «Старший сын». Но там есть абсолютно четкая драматургия с абсолютно завершенным феерическим финалом. То есть вы позаботились о себе, как о режиссере, получили удовольствие, но не позаботились о тех, кто меньше вас понимает в кино и кто хочет, чтобы ваш фильм чем-нибудь закончился. Особенно учитывая то, что он потрясающе напряженно развивается и вся вот эта история, которая захватывает нас, от которой у нас перехватывает горло, слезы подступают. Мы хотим финала, раз, и они едят оладьи. Это прекрасное многоточие, но где творческий оргазм для зрителя? Дайте ему возможность завершить просмотр истории. Упростите, разжуйте что-нибудь для нас, дайте нам немножко в конце определенности. Ту историю, которую вы рассказали, нельзя бросать вот так. Очень мало людей, кто может принять такой конец, когда куча-куча-куча линий, которые вы насоздавали, у вас ушли в многоточие. Для вас это хорошо, потому что ваши персонажи продолжают жить в вас. Внутри вас, вы их чувствуете. Для вас такой конец гораздо более легко переносим, чем для зрителя, который вот только что познакомился с вашими героями. Поэтому нужно быть, наверное, не только талантливым режиссером, каким является Валерий Тодоровский, но и немножко бухгалтером, который понимает, что пришли люди, и людям в конце надо что-то вот дать, то, что будет им, то, что сделает им хорошо, а не только мне. Вот это такая небольшая критика по относительной незавершенности этого сюжета. Незавершенности относительно того, как он развивался, потому что развитие все накручивалось, 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 было все интереснее, интереснее, вовлеченнее, вовлеченнее, раз, и люди едят блины, оладья. Это прекрасно, конечно. Хочется все-таки, хочется все-таки чего-то чуть более простого в конце. Ну, для обывателя. Вот. Еще раз людям, которые помогали в съемке, и в частности я в титрах увидел фамилии Михаила Прохорова, Романа Абрамовича, Елены Батуриной, и, видимо, наши вот олигархи, как мы их называем, помогали фильму, и я хочу сказать им колоссальное спасибо за то, что они фильм не испортили, за то, что там не снимаются их дети, я не знаю их детей, но просто вот человек, который платит за фильм, он часто считает для себя уместным попросить какую-то льготу, там, не знаю, там, на что-то повлиять. Может быть, они и влияли, но в таком случае, в любом случае, фильм получился блестящий, и то, что вот эти люди приложили к этому фильму руку, низкий вам поклон. Вот абсолютно без какого-либо сарказма. Спасибо за замечательный фильм, который вы помогли создать. Так что я еще раз поздравляю всю съемочную группу Валерия Тодоровского, олигархов. Вот, и я приглашаю всех в кино, всех, кто хочет. Значит, к чему вам готовиться, когда вы пойдете в кино, потому что на этот фильм нельзя идти без подготовки. Готовьтесь к тому, что вы первое время, первые минут 30, вообще ничего не будете понимать. То есть тот киноязык, которым Тодоровский к нам обращается, он для нас абсолютно непривычен. Вы хотите жевать, а вам предлагают трогать. Вы хотите смотреть, а вам предлагают слушать. То есть сначала ты должен договориться с режиссером о том, на что тебе смотреть. Ты немножко теряешься в самом начале, так как очень сложное повествование фильма. Я имею в виду образность фильма достаточно сложная. Само по себе повествование чрезвычайно неторопливое, и это мне очень нравится. Не ждите голливудской завязки какого-то стремительного развития событий. Это контент жизни, но который, я обещаю вам, придет к удивительным коллизиям в фильме. Поэтому дайте фильму возможность развернуть перед вами свою палитру. Примите его очень спокойное, очень неторопливое, старомодное повествование, и он отблагодарит вас чрезвычайно интересной историей. Я думаю, что молодая аудитория с большим трудом переживет этот фильм, хотя думаю, что кому-то понравится, но в гораздо меньшей степени. Лично я на этом фильме пережил и свое детство, и какие-то свои личные воспоминания, и вообще целую гамму сильнейших чувств были сцены, которые меня просто тронули в высочайшей степени, я так скажу. Это было творческое, душевное переживание высочайшего уровня. Это вообще редчайшее, редчайшее, давайте это назовем катарсис, или катарсис, я путаю все время. Поэтому идите на фильм, готовьтесь к знакомству с новым киноязыком, и дайте фильму аванс вашего терпения, возможность рассказать вам то, о чем он хочет вам рассказать. Еще раз большое спасибо всем, кто работал над фильмом, вы молодцы. Субтитры подогнал «Симон»